Здравствуйте! Это «Факты мнения». Российское телевидение сейчас находится на новом этапе своего развития. Эту мысль озвучили академики отечественного ТВ в Волгограде, где в этом году проходил традиционный ежегодный конкурс ТЭФ региона. И там же была высказана идея сделать Волгоград еще одной медиаплощадкой для общения журналистов со всей страны. Но вот обо всем этом мы поговорим с Алексеем Вишневецким, заместителем председателя Союза журналистов России. Алексей Константинович, я приветствую вас. Здравствуйте! Начнем разговор с другого. Вы приехали в Краснодар с приятной такой миссией поздравить телерадиокомпанию «Кубань-24» с 20-летием. Конечно, может быть, не скромно будет попросить вас дать оценку, характеристику нашей работы. Что вы скажете, что нам удалось за эти 20 лет, на чем еще стоит поработать? Ну, вы знаете, характеристику вашей работы дает профессиональное сообщество. Там можно по-разному относиться к, как говорят, раздаче призов. Но ТЭФ и регион — это серьезные призы, это то, что оценивается, то, где есть реальная конкуренция среди региональных телекомпаний. И, по-моему, ваша компания регулярно берет эти призы. Я, когда приезжаю на «Кубань», я, естественно, смотрю телевизор. Мне нравится очень высокий уровень, интересные программы, прекрасные ведущие, корреспонденты, операторская работа отличная, режиссерская и так далее. То есть, ну, это компания очень высокого профессионального уровня. Поэтому миссия была выполнена с удовольствием. Выдали наши грамотные и почетные знаки, Союз журналистов. Абсолютно заслуженно, абсолютно по делу. Вот так что вот так. Какой курс нам дальше выбрать? Следующие 20 лет как провести? Не надо ничего делать. Работайте просто. Просто работайте. Да, вы знаете, у нас же, ну, что журналистика? Журналистика – это работа, это ремесло. Давайте его делать просто нормально, хорошо, интересно. Если мы будем интересно работать, значит, нас будут смотреть. Вот и все. Если продолжать тему ТЭФИ, у нас в этом году два орфея, безусловно, для каждого сотрудника это праздник. Еще несколько номинаций. Да, много номинаций. Вот такой большой урожай этой осенью, как считаете, ну, вот это нормально? Или вот все-таки по одному должны раздавать, по одной статуэтке? Нет, нет, нет. Ну, понимаете, все-таки там же собираются жюри профессиональные, да. Оно решает не исходя из того, сколько статуэток кому дать. Да, оно исходит из… Регламент есть как бы. Ну, нет, исходит из профессионального уровня программы. Да, хотелось это услышать от вас. Ну, конечно, да. Ну, что значит, ну, если… Ну, почему, например, берут фильмы, там, Оскар, там, 15 Оскаров, там, или 12? Что же, там, академики, думаете, киноиндустрия, они сидят и, значит, считают, сколько Оскаров дать, сколько не дать? Нет, там идет голосование, здесь то же самое, я думаю. Поэтому тут не выбирают таким образом. Есть какой-то вот идеальный, может быть, рецепт достижения успеха, вот как получить статуэтку, что нужно делать? Кроме того, что вы говорите, нужно работать, работать, работать. Вот мне тоже так кажется, просто мне кажется, что нужно не думать о статуэтке, прежде всего. Это первое, да? Да, вот мне кажется, да, не думать о статуэтке, а просто думать о том, чтобы тебе не стыдно было показать свой материал, вот, а еще лучше, чтобы ты им гордился. Вот по поводу новой эры, новой эпохи телевидения, что это за эпоха? Оно все связывает, конечно, с цифрой. Какую вы даете оценку? Какие ожидания, настроения? Ну, настроения разные, понимаете. Год назад, как вы помните, было совсем такое печальное настроение у региональных телекомпаний, потому что было будущее совершенно непонятное. Но все-таки удалось изменить, благодаря и Национальной ассоциации телевещати, и Торгово-промышленной палате, и Союз журналистов здесь активно участвовал, и наш форум в Сочи, там, такой тройственный союз заключил, и вышли к самым высоким руководителям страны, и Валентина Ивановна Матвиенко первым делом поддержала наше все-таки предложение, что, ну, нельзя вот так вот взять и перескочить на цифру, и убить региональное телевидение. Конечно, задача федерального контента понятна, его надо доносить, безусловно, это должно быть дешево, качественно и хорошо, но все-таки 2,5 тысячи региональных компаний работают именно для тех людей, которые живут на земле, понимаете. Да, да, высокая политика, это хорошо. Есть еще и обычная жизнь. Да, есть еще и обычная жизнь, она, значит, интереснее. Мне кажется, что вот благодаря вот этим всем переговорам, вариантам, возможностям и так далее, и, в общем-то, уже и Алексей Константинович, мой тезка Волин, значит, он все-таки уже тоже немножко меняет позицию, и уже говорит о третьем и четвертом мультиплексе, и говорит о том, что Волгограде, он, кстати, сказал, что... Он считает, что четвертый мультиплекс быстрее может быть, чем третий. Понимаете, вот как все меняется, да, то есть если год назад говорилось в связи, что никаких мультиплексов не будет, да, то есть сейчас уже говорится, а может быть и будет, а может быть посмотрим, а давайте увидим. Значит, сейчас региональные компании получили хорошую врезку на ВТР, да, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. У кого-то не хватает контента, у кого-то контента, соответственно, выше крыши. В избытке, да, да. Ну, у всех разные ситуации, да, но главное, что мы все получили, вы все получили возможность... Работать. ...эфирить, да, понимаете, идти к людям, вот, и это самое важное, то есть, знаете как, а мы же такие, мы же журналисты, мы же хомоватые, в принципе, такие, да, немножко беспардонные такие, да, это же наша составляющая профессии, нам дверку-то приоткрыли, да, вот, мы ногу туда вставили, Ну, теперь мы как бы, ну, мы же потом и дальше же начнем двигать, то есть, то есть, есть движение, а это самое главное. То есть, по движке пошли, это то, чего мы хотели. Да, и мне, кстати, кажется, что даже не столько выиграют вот от этих врезок региональные компании, ну, вернее, они однозначно выиграют, потому что они в эфире, да, в цифровом, а мне кажется, еще ОТР очень выиграет от этого, потому что, ну, как бы, оно же... Наполнится, да? Да, наполнится вот этим контентом, там же, ну, как бы, рейтинги-то очень минимальные были в ОТР, И поэтому, кстати, говорили, ой, что мы будем эфирить на ОТР, там очень низкий рейтинг. Так, ребят, повышайте, у вас есть пять часов для того, чтобы вообще взметнуть этот рейтинг до небес. А когда уже можно будет говорить, помогло региональное ОТР поднять рейтинги? Ну, я думаю, что, ну, 3-4 месяца, наверное, вот. Да, так быстро? Ну, как бы, тенденция будет понятна, по крайней мере, да, да, ну, нет, ну, через год-то мы точно сделаем какие-то выводы. Ну, опять же, еще одна новость, которая в Волгограде прозвучала, это создать еще одну площадку, один форум, да, мне побоюсь этого слова, для общения журналистов. Имеется в виду для того, чтобы приезжали со всей России наши коллеги? Или что делать тогда с Сочинским? Не много ли поводов собираться, общаться, а работать-то когда? Вот, вы говорите, работать. Ну, вообще, как бы, это разные, есть разные форумы, да. Вот Сочинский форум под названием «Вся Россия» — это такая максимальная площадка, концентрация, там полторы тысячи журналистов со всей страны, представители, там, правительства, ведомств, с которыми мы так или иначе должны работать, Роскомнадзор, Минсвязь, там, и так далее, и так далее, да. Вот, и это такой серьезный обмен опытом, это 120-130, он очень разный, там, 120-130 мероприятий, от официальных до совсем неофициальных, вот. А Волгоградский форум, мне кажется, мог бы стать одной из еще площадок, да, для такого образовательного процесса в основном, да, для обмена опытом, там, федеральные эксперты, местные эксперты. Почему вот у меня возникла идея именно Волгоградского форума, да, потому что там такого форума нету, во-первых, да. Во-вторых, есть ряд, ну, Волгоград, он, у него хорошая транспортная доступность. Вот это вопрос к вопросу, почему Волгоград? Да, это отличное, так сказать, место, мне кажется, что вообще любой человек, живущий в России, должен побывать в Волгограде и зайти на Мамаев Курган. Обязательно. Ну, просто это обязательно, да. Вот, и таким образом туда могли бы приезжать люди, как бы, там есть чем заняться помимо форума, да. Это один инфоповод дальше. Да, значит, транспортная доступность, близость таких регионов, как Калмыкия, куда трудно доехать, Саратов, немножко в таком тоже, ну, вроде как в центре, а вроде как все мимо него идет, к сожалению, да, вот, как так получается. А в Волгограде собраться удобнее будет, да? Да, можно, саратовские могут приехать, астраханские могут приехать, можно казахских там коллег пригласить, в общем, как бы все рядом, да, и замутить такой, что называется, форум для обмена опытом, вот, именно таким, такой образовательный. Вот, образовательных форумов, ну, не хватает. Понимаете, вот, говорить о том, что их много, или там не надо лишний, там, или еще, вот, не хватает их, потому что, еще Владимир Ильич Ленин говорил, что надо учиться, учиться и учиться, понимаете? Ну, вот, по итогам сочинского форума, допустим, какие полезные моменты, ну, вынесли наши коллеги, что дает общение вот такое? Ну, вы знаете, если начать перечислять, что они узнали... Потому что общаться можно бесконечно, да? Нет, дело не в общении, дело не просто в общении, да, то есть, общение, оно происходит за рамками семинаров и лекций, там же в основном... Именно такая вот прикладная вот история, да? Ну, конечно, прикладная, ну, конечно, прикладная, туда приезжают эксперты, потом, те же коллеги, они рассказывают, как можно создать мобильную платформу для газеты, как ее можно монетизировать, понимаете, да? То есть, конзовы вы видите и слышите, да? Оно же вроде рядом, да, ну, вот, где-то надо услышать этого человека. Да, тут вот он приехал, пожалуйста, все пришли, там, 50 человек, послушали. Идет нон-стоп, каждый может выбрать, да, идет, там, 10 площадок одновременно. Где-то официальное мероприятие, где Роскомнадзор отвечает на какие-то там вопросы, там, Жаров приехал, так сказать, компетентно, отвечает на какие-то вопросы, сухо, официально, но доступно, да? Вот. А рядом идет, значит, там, я не знаю, там, новые принципы верстки газетных полос, а рядом идет, там, способы монетизации, значит, вашей страницы в социальной сети, а рядом идет еще что-то, да? Да, вот, и люди, некоторые даже, вот, говорили, что, слушайте, трудно выбрать. Вот что касается газет, вы сказали, да, ваша мысль где-то, услышала я, что газеты будут жить вечно. Это то же самое можно сказать про ТВ, особенно региональное? Да, я думаю, да, а я не вижу конкуренции. Серьезно? Да. Ну, а к тому, что в интернет-то все скоро уйдут? Нет, ну, почему? И телевидение уходит в интернет, это просто способ доставки информации. Ну, какая разница? Ну, что сейчас, вот, говорят, цифры исследования, ну, то есть, телевидение еще смотрят? Нет, ну, не, во-первых, телевидение смотрят, во-вторых, цифры, говорят, ну, по крайней мере, по рекламному рынку уже не в пользу телевидения, где-то 52 на 48, да, идет вот в прошлом году по рекламному рынку. Да, ну и что? И что? А телевизор же тоже в интернете. Вы же тоже в интернете. Да. Ну, так, значит, я могу вас смотреть. Ну, в таком, в привычном, классическом понимании. Я сижу в Москве и вас смотрю. Телевизор, вот, сам ящик этот будет смотреть? Телевизор, сам ящик он будет, потому что все очень просто. Человек молодой, он, конечно, весь в смартфоне, он все там пользует, да, но он же смотрит те же самые ваши новости, может смотреть в смартфоне, да? Это же тоже телевидение, какая разница? То есть вот этот процесс съемочный, он должен остаться? Да, а потом этот молодой человек взрослеет, ему неудобно на бегу смотреть, у него зрение портится к 40 годам, он садится на диван, ему хочется сесть удобно, включить телевизор. То есть, получается, мы для взрослых только будем работать? Ну, почему? За 40? Ну, это же просто вопрос носителя технического, да? Ведь человек смотрит либо в смартфоне, либо по телевизору. Мне кажется, что тут нет никаких противоречий. Но региональному телевидению быть? Вот, ваше заключение, да? Абсолютно, абсолютно, конечно. А как оно может не быть, если в регионе живут люди? А если вы будете отлично работать, если вы будете интересны, если вы будете обращать внимание на то, что интересно зрителям, если вы будете с ними общаться и понимать, что нужно им, а они будут получать то, что они хотят, значит, вы будете жить и все. Благодарю вас. В программе «Факты и мнения» был Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России. Спасибо, что вы с нами. Увидимся.